Здравствуйте, меня зовут Павел Фролов, и я хочу рассказать немного об отношениях к мыслям о смерти у человека. Я как специалист, врач-психотерапевт, я очень часто слышу напуганность, такой страх у клиентов, у самих, у их родственников, среди специалистов по отношению к возникающим мыслям о смерти. И каждый раз, когда возникает разговор, и даже есть прям такая строка, возникает ли мысль о смерти, там, в оповозниках, вот, всё, то это считается, что всё ужас какой, быстрее хватать, тащить, там, в психбольницу. В моём представлении всё не так ужасно. Мне кажется, что, по большому счёту, вот эта самая внутренняя, что ли, свобода у человека подразумевает его способность ставить под вопрос вообще, там, своё существование, что в этом мы отличаемся от всех животных. И что, на мой взгляд, не надо тащить всех, если бы так было, что вот как только я узнала о том, что у человека есть мысль о смерти, я тащу её в психбольницу, не знаю, там, три четверти моих клиентов были бы, там, сразу госпитализированы в психбольницу. На мой взгляд, это возникает довольно часто у людей. Люди об этом не склонны говорить, именно потому, что за это следуют санкции, людей сразу хватает, все начинают пугаться, все считают, что ты психбольной, и всё такое. В то время как сами по себе мысли о том, что вообще смерть возможна, что ты можешь сам её как-то там себе организовать. Мне кажется, они нормальны, как вопрос, который описывает значимость и ценность вот того, что ты обсуждаешь. Точно так же, как люди, люди боятся, например, там, сделать что-нибудь своему ребёнку, такие прям фобии есть, вот что я сделаю что-нибудь своему ребёнку. Ну и вообще фобии, если честно, в этом смысле и описывают значимые вещи. Да, вот я боюсь вот этого, это значит, что я к этому очень отношусь трепетно. Я боюсь вот этого, значит, для меня это очень ценно и значимо. Поэтому люди боятся причинить вред близким, знакомым, не знаю, там, детям, особенно там без защиты. Та же история здесь. Ты ценишь свою жизнь, она для тебя важна, ценна, и ты не можешь не задаваться вопросами, а она может закончиться? Ой, а как, а что, я сам прям могу её закончить? Ух ты, вот это да. Более того, на мой взгляд, в значительном количестве случаев сами по себе мысли о смерти скорее помогают человеку справиться с трудностями. Вот в каких ситуациях. Иногда события нашей жизни и наши внутренние переживания по поводу этих событий настолько трудны и сложно выносимы, что человеку кажется, что всё, что это край, что невозможно это вынести, что просто нет никаких сил всё это терпеть. Сделать я с этим ничего не могу, потому что я не знаю, что ещё сделать. Ну, просто ты чувствуешь себя загнанным в тупик, и всё. И просто клиент говорит, что невозможно ничего поменять, а выносить это невозможно. Хоть сколько-нибудь там уже дальше. И в этом смысле мысль о смерти, о том, что, ну, если что, есть запасной выход. Если что, все эти мучения, вот смерть как завершение этих мучений, она очень часто спасает людей. Ну, это, знаете, как таблетка успокоительного, которую ты носишь с собой и никогда не пьёшь. Потому что, если вдруг станет плохо, я её выпью. Ну, я не пью, потому что, зная, что я могу с ним справиться, в общем, я там набираюсь всех сил и как-то там справляюсь. Потому что, если что, я спокоен, у меня есть запасной выход, есть таблетка. В данном случае у меня есть смерть, и я могу там, фу, с её помощью как-то спрятаться от этих тяжёлых, невыносимых переживаний. И в этом смысле, мне кажется, что мысли о смерти, о самоубийстве, носят вполне себе функциональный характер. Они помогают человеку выжить. Помогают человеку справиться с трудностями, перенести их, дождаться облегчения ситуации, её разрешения сделать что-то для этого. Вот, поэтому я бы не стал рекомендовать специалистам так сильно этого бояться. Потому что очень часто специалисты, только улавливая, что в эту сторону идёт мысль у своего клиента, они сами настолько пугаются этого, что они пытаются это вообще не видеть, отгородиться. Так, давайте-ка там о другом, да, да. А что там у вас там с мамой, да, кстати, а вот там что, работа? Потому что это настолько пугает, потому что ты не знаешь, что потом с этим делать. Вот, что они не изучают этот вопрос. В то время как, на мой взгляд, любой специалист должен быть достаточно в этом смысле квалифицирован. И ты пытаешься изучить эту тему, ты пытаешься понять, что это такое. Существует определённая градация этих переживаний. От мыслей, там, фантазий, до, там, желаний, истреблений, планирования, там, совершения каких-то действий. В общем, есть градация, за которой ты уже, если в эту сторону идёт, ты должен быть очень внимательный. И тогда ты не должен, не дай бог, этого пропустить. Да, тогда ты должен как раз хватать человека и тащить его в психбольницу, и, не знаю, там, использовать медикаменты. Вообще любые доступные тебе способы для того, чтобы не дать ему с этой самой жизнью там счёты свести. Но до этого момента ты должен относиться к этому очень рационально, очень, там, внятно и мудро. Должен давать человеку возможность об этом говорить, об этом размышлять, ставить под вопрос. И, в общем, не делать это тайной внутри себя за семи печатями, а чем-то доступным к обсуждению, достойным этого. Вот для того, чтобы как минимум венчить его это внутреннее эмоциональное напряжение. Продолжение следует...